Ребят, это снова я, это снова вы. Мое новое видео, первое мое видео обзорное. Сегодня мы смотреть за GeForce RTX 3080 от компании Gigabyte. Новая видеокарта, которую сейчас можно купить, наверное, в единственном месте в Москве, в, соответственно, в салоне боулинг-машин. Здесь мы и находимся, вот мне специально все это предоставили, говорят, вот садись, снимай, показывай. И, собственно, мы сегодня вам покажем, как бы в Фортнайте покажу, покажу, как стать стримером за совсем небольшие вложения и вообще, как сейчас можно экономить, наверное, на стримерстве, потому что, ну, денег надо много, а на все не хватает. И Nvidia поможет. Однако, мои маленькие любители Фортнайта могут меня спросить, Кутистан Кинг, а почему, собственно, видеокарта-то от Gigabyte? И ответ будет очень простой. Во-первых, максимально бесшумное, наверное, и актуальное охлаждение. Собственно, оно значительно лучше моей прошлой видеокарты. Моя прошлая видеокарта, чтобы, по-моему, 2080 Ti грелась под 80, а это во время стрима 60. Я прям ощущаю, насколько мне стало легче вести трансляцию, потому что теперь я не нагреваюсь от компьютера. Ну и четырехлетняя гарантия. Четырехлетняя гарантия – это практически в два раза дольше, чем я использую предыдущую версию, предыдущее поколение. Это тоже очень-очень много, собственно, из-за чего сломалось, вам обязательно починят, обязательно заменят. Ну, если только вы сами ее не роняли, я вот прошлую ронял. Как вы понимаете, в 2020 году количество стримеров растет просто в какой-то невероятной, не знаю, геометрической прогрессии. Я, на самом деле, не знаю, чем отличается геометрическая от геометрической. Я, как бы, дизайнер. Но, вот, не отвлекаюсь. Ребята, в 2020 году каждый второй заходит ко мне на стримы такой. Я тоже хочу быть стримером. И, как бы, Nvidia, между прочим, сейчас, не знаю, благоволит всему этому. Вы теперь можете, грубо говоря, купить их карточку и сэкономить. А. На микрофоне. Б. На веб-камере. С. Возможно, вам не придется покупать даже хромакей. Это, между прочим, стоит довольно дорого. Учитывая, что, допустим, мой микрофон стоит, там, 9 тысяч. Условный хромакей, хороший хромакей, который не будет просто тряпкой висеть. Он, там, стоит тысяч 18. И, при этом, еще и, соответственно, вебка стоит тоже каких-то сейчас конских денег. Вы, как бы, доллар. Да видели вообще? У меня вебка стоит сейчас 18, по-моему, штук. Понимаете? Это все вместе, как целая видеокарта. Практически, как целая видеокарта. Но, при этом, вы можете купить только видеокарту. И сейчас, собственно, покажу вам все приколы. Во-первых, Nvidia Broadcast называется эта программа. Вы можете ее скачать, если у вас есть видеокарта от RTX. Ну, RTX серии, так скажем. Вы можете в ней настраивать, допустим, эффекты. Эффекты есть какие? Размытие фона, замена фона, удаление фона и автокадрирование. Во-первых, размытие фона. Это если вы сидите, как бы, не знаю, в коммуналке. Я вот сижу на кухне, чтобы соседи меня не слышали. Вот. И вы иногда можете видеть, там, не знаю, микроволновку у меня в кадре. Так вот, эту микроволновку, вы сейчас даже не поймете, что это микроволновка. Это просто белое пятно. Потому что вы можете включить размытие фона, воткнуть на соточку, на максималку, на максимальную степень размытия. И у вас, собственно, все размоется. Вот вы видите? Камера. Вот, 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 так. Вот. Камера, да? Все видно четко, стильно, молодежно. Оп. И теперь мы не знаем, может, это человек. Давайте дальше. Замена фона. Замена фона работает по принципу хромакея. Хромакея. То есть, только вместо того, чтобы просто убрать у вас фон, вы можете поставить туда картинку. Как видите, я теперь в фортнайте. В новом сезоне фортнайт. Но уже, на самом деле, не новый, он через месяц закончится. Неважно. Ребята, я как бы, вот, вот, смотрите. Все, что вам нужно, немножко освещенится. И будет все по кайфу. Дальше у нас есть удаление фона. Удаление фона это тот же самый хромакей, который стоит сам по себе. Между прочим, еще раз напоминаю. Под двадцатку. Ребята, сейчас все стоит очень дорого. Вот, собственно, здесь купили видеокарту. У нас, оп, хороший хромакей. Главное, главное, свет включите, а то это будут артефакты. Вот. И дальше у нас идет автокадрирование. Автокадрирование, чтобы вы понимали, это как будто кто-то снимает вас. И вы такой ходите. Оп, оп, оп. Пригибаетесь, а камера за вами. Клево, клево. И это все на любой, собственно, вебке, которая у вас есть. Итак, ребят, продолжаем наше видео. Здесь мы будем смотреть сейчас за еще одной крутой фичей, соответственно, от RTX. От RTX Broadcast, Nvidia Broadcast. Вот. Активное и интеллектуальное шумоподавление, которое позволит вашим зрителям не слышать назойливое клацание вашей клевой киберспортивной клавиатуры на синих свитчах. Вот. Я серьезно, я захожу часто, как бы, на стримы к некоторым, неизвестно, так скажем, челикам. И у них просто безбожно трещит клавиатура. Я понимаю, он круто играет. Отлично наиграет. Но он играет еще на моих перепонках. Соответственно, все это можно отключить с помощью функции шумоподавления. И вот Леночка сейчас нам продемонстрирует. Значит, отключат фен. А еще звук сейчас пойдет через веб-камеру. Потому что, ну, вам же нужно показать, правильно, как это работает. Вот. Включаем. Слушайте, да? Я еще сейчас буду играть. Как бы, как бы, играй, игра, 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 игра. И включай шумоподавление. Работает? Работает. Оно работает. И вот прикиньте, как мамка еще заходит на фоне. Там что-то говорит. Сосед начинает сверлить. И все это, все это не будет слышно. Вы как будто, как бы, настоящий взрослый киберспортсмен. Живите. Ну, они все равно все знают, что это мамка живет. Так. Ну, и последняя фича, собственно, RTX-а. Это, ребята, у нас динамики. Это все то же самое, что с вашим микрофоном. Только наоборот. Вот представьте, что у вас есть тиммейт, у которого ужаснейшая клавиатура. У которого ужаснейшая, на самом деле, наверное, лучшая мама. Но она за нее беспокоится. Вот. Но и постоянно такая говорит, Саша, иди кушай. Саша, там, иди вот сделай это. Уроки сделай обязательно. И вот представьте, вам как бы, ну, надоедает все это слушать. В течение долгих-долгих вечеров во время пандемии. И вы можете это отключить. Работает это очень просто. Вы точно так же выбираете источник звука. Выбираете шумоподавление. И, соответственно, просто включаете. Вот вы можете посмотреть, что. Ужасно. Сейчас включаем шумоподавление. Кайф. Далее по списку. Ребят, у нас есть очень крутая фича. Мало того, что Nvidia сейчас заботится о нашем. А, FPS, микрофоне. Наших ушах от соседей. Наших, соответственно, веб-камер. Они теперь еще взялись и за input lag. Собственно, input lag это задержка. Между тем, как вы нажали на клавишу мыши, чтобы выстрелить. Это все там все пробежало. Вот это вот магии, магии, магии. И отобразилось на экране. Nvidia добились минимального input lag в этих моментах. И, собственно, я до сих пор так и не понял, как это работает. Вы могли видеть эту функцию в последнем обновлении Fortnite. У вас сейчас в настройках появилась, соответственно, функция рефлекса. Вы можете ее включить. И вот на карточках, соответственно, 3080, допустим, на карточках RTX. Эта штука будет работать очень хорошо. И уменьшать input lag. Улучшать ваш отклик. Импрув. Вот. Все умные слова сказал. Ребят, на импруве как бы с RTX. Ну и пойдемте, не знаю, тестировать что ли новую видеокарту в Fortnite. Так, ребят. Здесь у нас сейчас будет тест на минимальных настройках. То есть, как вы видите, я уже падаю в колки. Здесь у меня сейчас среднее количество FPS шкалит там под 300. Сборка у меня, насколько вы знаете, это i7-8700K. Разогнанный до 5 ГГц. К нему у меня взята, соответственно, оперативка на 3600 МГц. Ну и, собственно, 3080. Здравствуйте. Как вы видите, FPS запредельный. То есть, он не будет проседать в файтах. Давли и так, наверное, у нас будет не такое большое количество FPS. Если мы будем играть именно лейты. Как таковые. Но для лейтов в компьютер, да, нужно собирать соответственно. Как бы Fortnite очень требовательная игра, несмотря на то, что она как бы является мультяшной. Так, на самом деле мы можем прямо сейчас, наверное, включить максимальные настройки. И уже потестировать их. Так, давайте застроимся. И подрубаем. Где у нас тут? Видео. Вот, видео. Давайте. Тени эпические. Сглаживание эпической. Текстуры эпические. Качество эффектов. Эпические. Постобработка эпическая. Давайте вертикально. Это не надо, это не надо. Это не надо. Low latency. Врубаем. Latency flash. Врубаем. DLSS. Давайте. Производительность. У нас как бы будет все очень холодненько. Надеюсь, как бы компьютер не взорвется. Так. Ага, ага. Прогрузил. Ага, ага. Прогрузил. Понял. Так. Ну и на максимальных настройках игра выглядит примерно вот так. Во время выхода на какие-то супер открытые локи она начинает немножко подшкаливать. Но, в принципе. Ох уж этот Fortnite с его невероятным разбросом. Но, собственно, на высоких настройках мы видим, что FPS у нас тоже под 200. Это с учетом того, что я играю не в 2К. То есть сейчас у меня в районе... Ну, сейчас у меня Full HD, соответственно. Но можно врубить, соответственно, 2К, 4К. Оно будет обскейлиться, но при этом FPS падать не будет. Потому что новые видеокарты, они в первую очередь направлены именно на возможность играть с хорошим FPS. Ну, 60-140 там примерно. Играть на больших разрешениях. В этом весь смысл. Ну и такие дела. Подводя итоги ролика, ребята, хочу сказать большое спасибо шоуруму. Соответственно, боулинг машин. Все вот эти штуки крутые, прикольные. Они есть у них здесь. Можете приезжать, тестить, если вы, конечно, из Москвы и Подмосковья. Ну и шо еще могу сказать. Круто, классно. Подписывайтесь. Все ссылочки в описании. Во. Субтитры сделал DimaTorzok